У граждан еще долго не будет возможности объявлять себя банкротами и требовать прощения долгов. Второе чтение законопроекта в Госдуме отложено до осени, хотя планировалось оно на 3 июля, сообщает сегодня российская газета. Сейчас банкротами у нас признаются только компании или индивидуальные предприниматели, а к физлицам по-прежнему применяют исполнительное производство, когда по решению суда имущество забирают судебные приставы. Законопроект о прощении долгов частным лицам поступил в Госдуму в прошлом году и был принят в первом чтении. По нему инициировать банкротство мог как сам должник, так и его кредиторы за долг всего в 50 тысяч рублей. При этом запрещалось лишать человека крыши над головой и участка земли, где стоит его дом. Депутаты заявили, что будущий закон должен быть тщательно доработан. Слишком много вопросов. В частности, какие суды должны заниматься банкротством, арбитраж или общей юрисдикцией. Планку в 50 тысяч рублей считают слишком низкой банкиры. Опасаются, что банкротства станут массовыми. Поэтому предложили поднять минимальный порог до полумиллиона. Сейчас документ на согласование в администрации президента, правительстве и Верховном суде. Кстати, работникам разрешают банкротить предприятие за долги по зарплате. Инициативу одобрило правительство. По мнению Кабмина, появление такого закона будет стимулировать работодателей к своевременным выплатам. Ведь сейчас просроченная задолженность по зарплате в России более 2 миллиардов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...